В Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 714. Событие дня. Иисус Новин, 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Когда? Ну, когда в точности будешь всё исполнять. А что в точности исполнять? В точности. Повторяю, в точности. Ну, где же это в точности-то сегодня? Когда они знают от народа, спрятали слово Божие. Ну, говорю, если зарядить в Ютубе боль православной души, как девчонка шестилетняя Анастасия, она стихотворение считает о положении в церкви. Всем советую. Ну, и вот это вот зарядите. Московская встреча Златоуста из Потерябки Игнатия Тихоновича Лапкина. Вот оно где. Зайдите. Это народная линия, там напечатали. Вот. Юрий Соболев. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Все с семьёй послушали ролик. Псалом 130, стих 1, с Ревкой, там беседа, Ревекка. Очень глубокая и интересная беседа с девушкой. Особо ценным нахожу духовные жемчужины, раскрываемые вами по пояснению стихов священного писания про богача и Лазаря. Например, сам никогда ведь не догадаешься. Это нужно сдать толкование. Ну, а ваше слово о том, что церковь основана в Сионской горнице, а не у туалета Мартина Лютера, шутка по высшему балу. Тем более, то и другое истинное событие. Спаси Христос. Иван Артюшкин. Истинно, Игнатий Тихонович, так и делаю по жизни. Люди, которые говорили плохо обо мне, в итоге просили помощи и рассуждения в их спорах жизни. Хотя мне всего-то 33 года, а им уже за 45 давно. Как мне одиноко от того, что рядом нет такого, как вы, чтоб взял да отругал меня за лень мою, которая приходит ко мне порой. То есть он не все время такой, только порой. Роман Фроликов. Игнатий Тихонович, мир вам. У меня такой вопрос. Я выписал на себя книги священного Евангелия. Выписал. Предложил священнику взять себе часть книг для раздачи книг этим священником. Теперь я подумал, что надо взять расписку со священника о том, что он обязуется раздать мои книги без требования пожертвования за книги. Как мне лучше это сделать? Еще вопрос. Можете вы мне скинуть текст или фото вашей разрешительной грамоты на раздачу книг Святой Евангелия и на благовестие? Эту грамоту обязательно должен подписать епископ или достаточно подписи Иерея. Это чтобы я мог раздавать и благовествовать. Ну, по порядку, возвращаюсь. Книги раздали. Так это надо было сразу делать-то. А теперь он может книги вернуть и скажет, не дам никакой бумаги и подписи. Надо, конечно, если ты... Вот я заключенным, когда кормушку открывают, подходят. Так, я это даю газету или что-то? Или Евангелие-то? Если дашь обещание, что ты сохранишь ее и другим будешь давать считать, он сразу попятился. Нет. Ну, у нас тут один такой есть. Ну-ка, иди сюда, Панкрат. Вот. Я говорю, обещаешься? Да, обещаюсь. А мне говорят, да у него уже пол сумки наложено этих книжек. Ну, что ж, пусть хранит. А не боятся этого. Теперь разрешительно. Это закон Яровой потребовал. Это нужна копия регистрации общины. Копия. Ну, у нас все заодно. Так, а священник-то ее и не даст. А ты не возьмешь ее сам. Она у него. Так думаю. Ну, а где ей больше добыть? Ну, может, у епископа где-то. То есть не достанешь. Ты копию эту должен показать. Что ты к ней принадлежишь. Теперь справка, сами, вольное написание, что такому-то выдана справка на основании того, что прошел он полный курс нашего обучения. То есть если у вас такое обучение есть, иначе ты где-то попадешься, будешь говорить не то, а тебя сразу и захлопнут. Ну, и печать стоять, и подпись священника. Епископ тут ни при чем. Вот у нас кто пожелал, мы всем выдали эти. И ходят теперь, благовествуют. Ну, еще открыл папку, показал, и все. На одной стороне это с печатью разрешения от общины, благословения. А другая, на той стороне копия документа о регистрации. Еще я покажу. Тут мне опять рыться надо. Макогонов Андрей. Показать снимок с экрана. Вот интересно это. Никогда еще никто так не делал. Я сейчас его найду. Макогонов Андрей. Показать, как это он сделал. Так, минутку. Макогонов Андрей. Вот я его вижу. Вот как. Вот так, чтобы местописание было. Потом пробел тире. Я не знаю, тут кавычки почему-то нету. Кавычки должны быть. И тогда это курсивом. А курсивом и жирно сам текст. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея. И говорит ему, толкование. Призвал его не в одно время с Петром и Иоанном, но когда увидел в нем готовность веровать, так и Павла призвал после, когда, то есть, было благовременно. Ты же поделись евангелисту, который так откровенно обречает свою жизнь, тогда как прочие скрыли самое имя его, назвав именем Левии. А что он обращен одним словом и так далее. И вот так. И он говорит, вот это на это самое, что это у меня снимок с экрана. И православие становится более понятным. Это наш материал. А раньше смотрел каналы «Союз», «Спас». И была такая каша в голове, просто ужас. Вот, пожалуйста, хваленая, отпускает средства, благовест там томский какой-то. Сидят, буровят, что попало. За мной подглядывают. Половина жизни у них ушло на это. Сатана как обольстил. А теперь выписал книги мои уже. Книги сегодня должны пойти, отправятся сегодня. Галина Влеська. Мир вам, братья-христиане! Сегодня на нашем пастырском часе настоятель включил на первой минуте аудио из ролика «Речи» священника из города Булгар нашей Татарии Владимира Головина для того, чтобы мы не были походливы на злое. Головин весьма знаком с вашими трудами на Ниве Господней. В ролике Головина рассказывает о его первой брачной ночи. Во время интимной близости с женой он громко славил Бога. И вопрос стоит. Но еще такого я не встречал. И громко славил Бога. Вообще, в «речи» молодежи на корабле он же свидетельствует о том, что Иисус Христос был по своей природе человеком, поэтому писал и какал. «Промиссионеры», в кавычках, «запашком». Среди наших сестер нашлись такие, которые лично с ним встречались и засвидетельствовали то, что Головин такой и есть «народный», в кавычках. Нашему пастырю это скинули дня 3-4 назад. Далее в это же время лгут на отца Андрея Кураева. А это два человека, знающие ваши труды и открыто вас уважающие, но в разных местах и в одно и то же время выставлены в сеть на посмеяние. Исследуйте отца Владимира Головина, чтобы не сдула часть супернежной вашей аудитории и ложь не распроводилась со своим жалом против вас, такого перетертого калача. Про ложь на Кураева разобрались. То есть всё ложь. В психиатрии частое упоминание больным человеком о грешных дырах или естественного удаления шлаков считается одним из симптомов психического расстройства. Или же СД не усыпает ни на миг. Это у меня СД там фамилия там или имя его, а такое, это две буквы. «Предупреждён, значит защищён. Работаем и с Богом». Я отвечаю, поясните подробно этот абзац, что и как я должен делать. Исследуйте отца Владимира Головина, чтобы не сдула часть супернежной вашей аудитории и ложь не расползлась со своим жалом против вас, такого тертого, перетертого калача. «Какой вред и кто мне может сделать?» И далее привожу. Римлянам 8, 35 по 39. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец обрещённых на заклание. Но всё сие преодолеваем силы возлюбившего нас». «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Галина отвечает. «Понятно, Игнатий Тихонович, мы все пока с вами на этой стороне нашей жизни. Вы не хотите сами послушать Головина, чтобы иметь к нему правильное христианское отношение? К примеру, какая-нибудь тонкая душа, жаждущая истины Христа, сначала выйдет на Головина, послушает его и даже услышит о миссионерии Игнатии Лапкине, и при таком Головине, в кавычках, никогда не дойдёт до вас. Душа же в поисках чистоты и правды, а ей говорят о испражнениях. Понятно, что если око твое чисто, то и видишь всё чистым. Но люди разные, увы, хотя и жаждут, и могут не начать дожить до истины. С любовью, сестра Галина. Мои размышления, супернежная душа, это не утверждённая душа на камне веры. Тёртый калач – это, значит, искушённый, испытаниями и страданиями человека, оставшийся верным Христу. Я пишу «В вашем лице, дорогая сестра Галина, я обрёл расположенную в главном и важном. Благодарю. Вы ревнуете о моём авторитете, но я совершенно неуязвим для таких дохленьких пискариков, которые могут соблазниться и во мне, и в том, что говорю, узнав про этот запашок, указанных вами. Будь спокойна. Убеждать в чём-то этих людей я не буду, потому что сам хуже их. И совмещать в одно нас никак нельзя. Я не был и не состою в близких отношениях с этими знатными людьми. Даже одной строчкой не переписывался ни с одним и не разговаривал по скайпу, хотя рад бы был этому. Но они на меня не выходили. А сам я ни одному ещё не предлагал по скайпу, не зная их. Никому, как помнится, вообще. Благодарю за внимание. Впрочем, они правы, но об этом и так вслух не говорят. Впрочем, они правы. Галина. И слава Богу, любящему отцу, который утаил слово «от мудрецов» и открыл младенцам, припоминай недалёкое прошлое ваше на Ютубе с эсдемами. Слушая в те времена вас, беспокоилось о вашем сердце, переполненном чувствами от лжи и неправды в вашу сторону, вот и упредило вас. Антиреклама – лучший пиар, и это понятно. Но сердце у нас одно. Дорогой брат Игнатий Тихонович, посмотрела ваши встречи на фотовыставке Алтайского государственного университета. Студенты слушают и внимают. Вкусное, словесное молочко, видно, снимают. Никакого сравнения с речью Головина во время встречи его с молодёжью на пароходе по Волге-матушке. Аминь. Это Аминь говорит. Дальше пишет. «Просмотрела внимательно весь фильм, беседу с отцом Владимиром Головиным, я его скинул ей. Моё впечатление, что он искренний, православный, батюшка, народный. Склоняюсь в своём мнении в наших с вами обсуждениях о завистниках-троллях, как всегда бывает среди людей, не возрождённых истиной, а порождённых ехидно, и предали по зависти. Спаси Христос». Он в ролике в одном, отец Владимир Головин, про меня говорит. Его спрашивает, ты, дескать, не гордишься, там, берёт интервью женщину. Он говорит, а чем гордиться-то? Ну, там показывает, там, Осипов, Кураева, Алфеева, там, патриарха. А потом, говорит, а вот ещё человека знает, горячий. Ответ даёт только по Библии. И назовёт Библию, главая стих, на память. А у меня ничего этого нет. Да чем я буду гордиться? Я сейчас даже ролик покажу, где это говорит. Рустам. Первым, Игнатий Тихонович, золотые заплаты ваши, это даже не миллионы, а ваши титанические труды, благовестия, подлинной веры православной. Слава Христу! Вот видите как, я показываю, какие есть тут, что есть. А теперь покажу, где этот говорит. Католическое тут служение, это я сохраняю некоторые. А вот, о личном, часть 1, 31, 12, 16, Владимир Головин. О личном, часть 1, за 31 декабря, посмотрите. Ну и вот оно какая, как его сказать тут, искать-то. С четвертой до шестой минуты. С четвертой до шестой. Это событие, воскресенье. Что событие? Богослужения, батюшки не было, он через две недели приезжает, а там потеряевки он был. Ну и здесь собрание было, много что было сказано. Просят все время собрание выставлять, сразу, а не через две недели. И я стал выставлять за ночь, закачал все-таки. У меня медленно-медленно, но часов в шесть ушло. Так что, прямо сегодняшнее выставлено событие дня. Вот, ну и показать можно наши ресурсы. Наши ресурсы. Это что? Ну, в первую очередь, мой мир. Вот он как выглядит. Я очень люблю переписывать все удобно. Все фотографии. Все, ну, что у меня здесь? 4285 друзей, 21 тысяча фотографий наши. Видео 7548. Ну, видите, какой богатый. И найти очень просто. Так, система перекачала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь роликов уже перекачали сегодня. Это система. Я их переставляю. Кажется, 12 раз там щелкнешь где-то. Ну, и ленточный православный форум во свете Библии. Вот он, во свете Библии. Так и называется. Форум. 1600 темп. Ну, наш видеоканал православный. Видите, как. Просмотров 9 миллионов 341 тысяча 282. И подписчиков 9497. Конечно, мало. 9, 8700 в виде роликов наших. То есть, очень-очень богатый. Сейчас могу даже обновить, показать. Вот сегодня какая посещаемость. Самое большое какое? 52 собрания. За 2 часа 52 человека просмотрели. Ну, остальные тут поменьше. Занятия, архивы выставляю. Так, ради интереса, кто заглянет-то. Ну, и православный библейский сайт. Тут вот какое дело. Я сейчас покажу. Вот оно. Видите, события вчерашние. Как заходят. Вот собрание после богослужения. Я его открываю. Вот, начинается. Заходят люди. По отрывкам сейчас покажу. А на час 37 идет. Сергей считает, что евангельское чтение было. Скажем ли, вот я и мои дети. А если нет этого, то как Господь нас спросит? Видите, как Виктор Андреевич ведет. Пробую пищу разную. Это Настя больная. Рак желудка. Там все вырезали. И вот ей стало легче. Она все рассказывает. Да, ну, а тут не угадаешь. Вроде бы ложечку ковру, а уже ложечку. А последствия на два, на три дня. Ага. Ну, даже, впоследствии это... Вот через час. Через час кто тут говорит? Здесь ничего нету. И ничего нету. Почему Яков говорит? Не судите прежде времени никак. Запятая. Ибо вот судья с большой буквы стоит у дверей. То есть я первый раз накануне, только в субботу, меня постригла Галина. Она все добивалась постричь, постричь. Ну, я говорю, ладно, стриги. Постригла-то. И ролик выставил, снимали меня. И написано, а стриги волосы, расширь лысину твою. Такое местописание, никто и не знает, что есть. У Михея написано. А стриги волосы и расширь лысину носит сильно. Вот. А теперь что еще дальше-то? Вот, смотрите, дальше. Что тут? Это я местами показал. И ты не знаешь, что бы ты делал? А для чего я показываю сейчас? Я скажу сейчас. Вот, смотрите. Никогда не было. И другой случай. Ну, вот за ним гонятся. Я не могу. Вот так. Мне нужно найти человека добровольного, как Андрей Недоступ, события дня на каждый день. И он выставляет, на какой минуте про что идет речь. И что там нашелся кто-то? Взялся собрания. Собрания раз в неделю бывают. Поэтому не каждое событие, а каждый день. И он их не пропускает. Ну, там впереди, которые были пропущены, видимо, времени нет, чтобы их все там пройти туда. А вот собрание. О чем, на какой минуте, секунде и говорится. Вот, значит, чтобы такой человек нашелся, было бы это очень хорошо. Ну, и раз говорю об этом, то и помолитесь, чтобы найти его. Ну, а дальше во свете Библии наши вопросы-ответы. Я даже могу один вопрос сегодня взять. Позволяет это. Тут у меня о мусульманах. Сейчас я их маленько уберу отсюда. Вот эти два ролика. Их надо в вор сюда убрать. Дороги. Быть и быть. Сейчас стихотворение, интересно, «Благо» называется. Благо. Благо или не благо. Вот когда вчера занятия шли, и я прочитал стихотворение там. Вот оно как звучит. «Смерть – благо для человека», – говорит святой Анзлатоус. «Бессмертен только дух, подобие Творца. Ничем и никогда насытиться не в силах. Ученость, власть, все ссор, томление, суета. Во всем, везде, всегда провидится могила». Сосед буянил, бил свою жену и мебель. И клином век пререзал таранья эту жизнь. Веревка из себя по шее вдруг отметил. Как хорошо, что смерть косой своей вяжет. Там маразматик всех и все давно подмял. Страну окопами проволокой опутал. Что можно рвать, урвал, припрятал, как хомяк. И в сытости глотал рыбешку, как акула. Но есть конец, и на него процесс. Умолк хвалебный гимн и надписи на рельсах. В смертельном шоке клан с лица стирает спесь. Движение косой и сдуло эту плесень. Как хорошо, что есть еще на свете смерть. Злодей злодействует, злодейски бесстрашно. Но снова жезла взмах, и камерная дверь прервет кабань и бег. Здесь смерть его уважит. Преступник каждый день свой опыт умудряет. Украсть, убить, насиловать и всюду умно лгать. Все ближе место свалки для мусора и дряни. Для всех не человек, а так ползучий гад. За взяткой взятку брал скуластый прокурор. Невинных обрекал к мучительным мытарствам. Но снова смерти жест и выстрелом в упор Лишился жизни сей и будущего царства. Как хорошо, что смерть никак не обойти. Без карточки визитной стучится вдруг инфаркт. Преступный синдикат ждет главного. В пути тромбоз вонзает меч, а труп еще не стар. Вот мученик повис на дыбе над огнем. Насаженный на кол напротив страждет брат. Как сладко, что есть смерть, надолго мы уснем. Нашедший словно клад, я буду смерти рад. Тот в пролежнях уже, он сорок лет подряд, Страдает не ропща, а алмазный дух его. Давно он безродни. О, как он смерти рад, он смерти ждет. К Христу тогда взойдет легко. Святые, те всегда о смерти пели гимны. Придет и разрешит от тела и томления. О, только бы Христос принял и не покинул, И бодрственным нашел ни в неге, ни без лени. Как жаждали все ее пустынники, вздыхая. Последний вздох и все. Преград для духа нет. Богатство, славу, честь все заменили раем, Познав неизрещенно иной фаворский свет. Мы каждый день в постель ложимся и считаем. Неужто этот одор могилы для меня? Быть может, поутру мы никогда не встанем И нижнее белье не сможем поменять. А в чем застанет смерть посланница от Бога, В чем душу исхитить случится, О, тогда! По этим вот часам судить нас будут строго. Невыразимый ужас и бедам всем беда. Однажды я рожден и знаю, не бессмертен, Как колосок на поле похитит смерть меня. Прости меня, Отец, открой мне двери рая, Спаси от вечных мук, от адского огня. Я верю, что Христос простил мои ошибки, И все, где я грешил, умышленно и тяжко. Омой в своей крови, услышь мои молитвы, Пусть в землю до суда прощенным тело ляжет. 4 апреля 1986 года, тюрьма, 132 камера. То есть где я написал это стихотворение. Ну, какие стихотворения-то? Я же не поэт. Ну, вот так вот выразилось. Вчера по теме было, я его сразу... Слава Иисусу Христу! Татьяна проверяет меня. Ну вот, на сегодня, пожалуй, все. Хотелось один вопрос прочитать. Можно было, конечно, вот сейчас 10-е, это о государстве. Можно прочитать, но чтобы не лишнее. Вопрос 3179. 17-й том открытым оком. Неужели так и нет никакого шанса у России стать сильным государством, а церкви православной уважаемой всеми? Это записки мне на кафедру. Я в пяти университетах вел занятия, в техникум, в школах, в милиции, в воинских частях. Не знаю, где это задали. Ответ. Про государство заботятся другие, чтобы оно устрашало других. Нам это не вменяется в обязанность. Нам главное, чтобы люди примирились со Христом, познали волю Божию. Тогда и государство в целом будет не столь жестоко к людям. Не будут так блудить, воровать, грабить и убивать. А вот что касается церкви, то ей снова Бог давал шанс через перестройку-то, полная свобода идти на проповедь, нести чистое евангельское учение. Этого не произошло. И не могло быть при мощах и живых мертвецах. Работников нет, а есть варьё и шакалы, жадные душой. Исайя 56, 11. И это псы, жадные душой и не знающие сытости. Это пастырь бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Это не Игнатий говорит. Это Дух, светощий из пророка Исаио. Иеремия 51, 37. И Вавилон будет грудой развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Таких шакалов-то сколько сейчас? Если бы попавшие за рубеж верующие там покаялись, и обратились к Богу, и потом таких же воспитали бы потомков, то в России они могли бы начать труд евангелизации. Но там такая же дореволюционная мертвичина, те же храмы, монастыри, мощи, колокола, мироточение и властность. Если бы стали открывать приходы и епархии для труда евангельского, если бы не грызли друг друга, то сегодня уже положение в корне могло бы измениться в храмах. Но время ушло. И лютуют попы, и беззаконные архиереи властвуют над одураченными прихожанами. Никаких решений ни собор, ни архиереи зарубежные не вынесли, кроме как доработать акт о совместном причастии. А уже архиерей пишет ультиматумы не о лояльности даже, а о полном подчинении сергянским попам с угрозой. Разве человек, боящийся Бога, может выдавать такие слова верующим, свою беззаконную волю, преподнося как волю Божию? «Мне известно, что архиерейский собор призвал свою пасту, в том числе и меня, отложить все споры и разногласия и влиться в спасительное делание восстановления единства русской церкви», пишет Евтихий епископ наш. Я дословно беру. Иеремия 23.21 «Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Иеремия 32.35 «Мне на ум не приходилось, чтобы они делали эту мерзость». Соединялись с сергианцами. В экуменизме участвовали везде. Языки их 20.32 «И что приходит вам на ум? Совсем не сбудется». Ну, соединились. Ну и что, изменилось? Ни грамма. Еще хуже стало. «Так, и втихие перлы повисли и над нами. Он требует от священников, которых у него и десяток не набирается. Следующее отречение от истины. Я осознаю, что противодействие решениям Собора и правящим архиерею может именоваться бунтом против законной церковной власти и повлечь за собой канонические меры наказания. Лица, не пожелавшие подписать сей уведомительный лист, ставят себя вне приходов РПЦЗ, управляемых епископом и втихием. А протестовывать данное положение они могут только в архиерейском синоде либо непосредственно у первой иерарха митрополита Лавра. В решениях же Собора, я поясняю, нет ни слова о ликвидации приходов РПЦЗ на территорию России. Ни слова. Тем более о передаче их под пресс, зверствующих архиереев МП. Дело даже не столько в сергианстве, в экуменизме, сколько в разности духов. Очевидно, и втихие предложили другое место и даже за границей. А эти махонькие приходы повелели ему сжечь, уничтожить, чтобы и порошинки не было в памяти. Сегодня есть отдушина, куда могли поражаемые уйти. Завтра же только в сектанты. Библия и Христос абсолютно не нужны дельцам от религии. Деяния 20, 30 стих. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Притча Саламона 19, 1. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и притом глупый. 1 Тимофея 1, 19. Имея веру и добрую совесть, которой некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. В речах членов комиссии и рвущихся к объединению цинизм и бесстыдство сочатся в каждой фразе. 2 Петра 2, 17. Ибо, произнося надутые пустословия, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Долгие десятилетия яд поражения таили под языком, а ныне распоясались, глумятся над памятью своих предков и первоиерархов. Кладут записки на их гробы. А нужно бы после этого вскрыть гробницу у Иоанна и посмотреть, не перевернулся ли он за ночь в гробу, чтобы не видеть ваших бесстыдных физиономий, животолюбцев. 2 Тимофея 2, 17. И слово их, как рак, будет распространяться. 2 Тимофея 4, 3. Ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. От зарубежной церкви осталось только два прихода наших, а остальные в разные юрисдикции свалились. Барнауле в потерявке. В нормальном приходском уставе сказано, что кто восстает против курса РПЦЗ, не может быть членом церкви. Итак, ныне это исполнилось на всех патриотах соединения с советской, сталинско-беревской структурой. С московской патриархией. Это я пишу, отвечаю, это когда? Лет 12-15 назад. 2 Тимофея 4, 4. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Матфея 23, 15. Горе вам, книжники-парисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Когда я был в Синоде в 1992 году и сказал, что они ничем не отличаются от патриарших по жизни, о, как они возревновали. И кто бы мог подумать тогда, что сам Синод вляпается в эту авантюру, чтобы стать сергианцами и испытать чашу предательства краснопогонных попов на себе. Да по делам же вашим в конце-то, по делам и конец ваш. Примудрец Соломона 13, 10. Но более жалки те и надежды их на бездушных. Обьюродели от взгляда на патриарха вероотступника. Примудрец Соломона 15, 5. Взгляд на который возбуждает в безумных похотения и вожделения к бездушному виду мертвого образа. Никто не возревновал, когда потянулись первые паломники к служителям неправды, прислушникам деспотов. 1 Маковейская 2, 24. Увидев это, Маттафия возревновал и затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по закону. И он, подбежав, убил его при жертвеннике. Старик. И увидел, что он приносит жертву, убил его. И народ остался холоден и безразличен, как при расстреле царя. 1 Маковейская 13, 7. И воспламенился дух народа, как только услышал он такие слова. Кто из мирян, священников, архиереев до конца понял, какой соблазн не дают этим соединениям с нераскаянными сталинистами-сельгянцами? 2 Коринфян 11, 29. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. То есть даже Павел не мог предположить, куда все пойдет. Никак. Я думал так, что... Но они скажут, ну ладно, от сельгянства отказываемся, вы только соединяйтесь. А они вообще ничего не покаялись. Потрясшие какие были, такие и есть. То есть как партия. Выкормыш ее. Непроходимые пути не перечесть. Природные в горах и по болотам. От камнепадов грохот и пожаров треск. Тьма непрорубная, шутя, обложит плотно. Тоннели рубят и наводят гати. Мосты понтонные, через пустыни трассы. Строители дорог зверьем пугают. И непогода добавляет страсти. Равняйте путь и убирайте камни. К сердцам людей путь Господу готовьте. И тьма неведения расколется и канет. Понятно, что задача не для дохлых. Все суеверия, прадедов, предрассудки, традиции языческих явлений. Все по боку. День ясности наступит, день нескончаемый, июньский летний. Христос съест путь. Не заблудиться с ним, евангельскую веру возвышая. На нем епископ и сенот стеснит. Беда от них заржавленных большая. Завалены обряды поворотов. В них правила движения сокроют. Сигналы истинные вывернут напротив. Ловушки всем незримые устроят. Кануны длинные и темные повторы. Стократно путаницы смели усыпить. Властянеца монашеская. Шоры. К воде чистейшей не дают пройти. Условности и сложности. Завалы. Забвение писания. Как вызволить из-под словес славяне библейские колодцы, из которых щерпать. Корнями тьма привычная вросла. И драть приходится взрывая валуны. Монашество затворы выжечь все дотла. Не дать их заклинаниям себя пленить. 19 июля 2006 года. Вот где эта концовка. Последняя это отдельное стихотворение. А на сегодня это все.